Всем привет, с вами Алексей Мельников, Алиса Хмуснадинова и двое превосходных, прекрасных, замечательных супругов-художников. В общем, Александра и Анна Никонова у нас сегодня в гостях. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Да, собственно, Александра и Анна у нас сегодня будут рисовать по очереди и, грубо говоря, отвечать на вопросы тоже по очереди, поэтому у нас стрим будет в два раза дольше. Это шутка, но тем не менее у нас будет больше информации и я думаю, что Александр и Анна поделятся секретами и, собственно, своими прекрасными техниками и всем прочим. Алиса, пожалуйста, задавай самый первый вопрос. Да, ребят, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в CG, с чего все начиналось и откуда такая любовь к нему возникла? По очереди. Отвечает Александра Никонова. Ну, я, наверное, да, пока не рисую, а потом мы поменяемся местами. С чего началось CG, да? Ну, собственно, учась где-то на втором курсе университета, я себе купил планшет, потому что увидел его в одном из журналов, мне стало интересно, что это такое. Ну вот, и я купил такого кота в мешке. Начал упорно рисовать на нем где-то в 2005 году получается. Ну и в то время я учился в собственном институте на втором курсе. К концу университета я уже примерно представлял, чем я хочу заниматься. Вот. И после окончания университета, чтобы не попасть в армию, я свинтил в Москву, устроился в компанию сказка. Вот. Работал там, собственно, с Артуром Гимальдиновым, с Интонеско, с Егором Урсусом, с Акирой. Вот. Где-то я год там проработал и потом перескочил в Астроунивал тогда еще, проект Алоды. Маленькая вставочка, то, что Егор Урсус и Артур были у нас на скетч-дэе. Приходи тоже. Угу. Вот. Кратко так. Вот. Ага. Ну, я закончила архитектурный институт у себя в городе, архитектурную академию, поступила туда в магистратуру. После полугода магистратуры поняла, что это ужасно-ужасно, и нужно линять оттуда. Слиняла оттуда на фриланс всякий. Еще пока я училась в институте, я себе, скинувшись с родителями, купила свой первый планшет вакон-бамбу. Он был маленький, белый. Вот. На нем я чуть-чуть пофрилансила, потом уехала в Москву. В Москве начала работать в играх. Поработала в нескольких компаниях примерно по году в каждой. И сейчас я фрилансер. Как-то так. Круто. А скажите, пожалуйста, пару слов о том, как вы оба обучались рисовать. Потому что я так понимаю, что CGI-эк же был не начало, а знакомство вообще с рисованием, с таковым. Если можно, пару слов об этом. Ну да. Ну, я до этого учился в художке. Там пока заканчивал разные техникумы. И потом уже после техникума, на которой родители стояли, перешел в институт на препод изо. Там вот учился как раз. Ну и правильно еще уже на планшете начал рисовать. Ну, когда я начинал, уже была куча художников. А мне довольно тяжко удалось перейти с традиционной на планшет. То есть я сначала не понимал, чем мне делать вообще. И я не рисовал в фотошопе, там только в пейнтере поначалу. Но мне в принципе все равно, то что я учился в худвузе и до этого в художке, мне довольно сильно помогает. В плане цвета, там, я не знаю. Просто поначалу было трудно именно с фотошопом, потому что я в нем почти не работал вообще. Вот. Аня? Ну, как я уже сказала, я в институте учился. Ну, до института, естественно, было миллиард каких-то художек. У меня миллиард, их было две. Была художественная школа, в которой я лепила из глины, рисовала гуашью каких-то... Какие-то дурацкие темы, там, мир без ядерных катастроф, космос и я. Потом была другая художка, где были такие же дурацкие темы. И уже мы начали рисовать всякие гипсы. Вот. Потом я поступила в институт. Потом были подготовленные курсы, потом поступила в институт. Ну, и как-то так. Ну, и сейчас я стараюсь... Извините, что я не рисую, я просто пока говорю, я не могу рисовать. Вот. И сейчас я стараюсь на какие-то курсы ходить. Ну, как ходить. На сайте CGMA, который мне не платит денег. Я его просто везде рекламирую. CGMA клёвые, мы тоже их любим. Да, вот я туда сходила на два курса пока что. Вот сейчас будет время, ещё на что-нибудь схожу. И я очень довольна. Наверное, было самое продуктивное обучение рисованию за, возможно, всю мою жизнь. Естественно, после проживания с Александром Никоновым под одной крышей. Так что, с точки зрения обучения рисованию, жить с ним, конечно, да, это полезно. Вот. А он набирает себе сожителей за плату? Нет. Нет, потому что я не вывезу на вас готовить еду на все. Я просто говорю, что обычно гуру учеников набирают, а Саша, видимо, сожителей набирает. Я правильно понимаю, да? Хочешь, тебе себе ещё пару жен, Александр? Да ладно, ты же можешь заставлять их делать всё, что угодно, там, готовить, убирать. А я мастер, я буду учить. Например, так и делаю. Ну, раз мы уже подошли к такой теме, как вы познакомились? Я думаю, этот вопрос будет ребятам интересен, потому что, несмотря на то, сколько у нас художником было, с женами, с девушками, с девушками со своими молодыми людьми, то все вот не верят в то, что это возможно. Расскажите. Почему это? Что возможно? Что два художника живут вместе и рисуют. Ну, я очень люблю эту историю рассказывать, да. На своей первой работе я её рассказывала очень много раз, потом я её сократила до одного приложения и всего лишь рада. Ну, началось всё, когда давным-давно семья Бахлычевых уехала в Америку работать в Близзарде. Как сказки-то недавно, да? Да. И я из своего Новосибирска и архитектурного института была так поражена этим фактом настолько, что я просто нашла Тамарин скайп и написала ей, выразила все свои эмоции ей в скайп, что я очень за них рада и что это очень круто. И, господи, русский в Близзарде, я просто не знаю, как-то ещё описывать. У меня нет столько словарного запаса. Вот. И как-то мы с ней начали общаться. И, естественно, когда я переезжала в Москву, я ей писала и спрашивала, вот, что я ищу работу, и что она могла бы посоветовать, может, она кого-то знает. Ну, типа, в каких компаниях можно начинать, потому что, естественно, я была совсем зелёная тогда и совсем не знала, где какие требования. Вот. И она мне просто дала Сашу скайп и сказала, что этот человек тебе поможет. Ну, ничего, нормально помог вроде. Вот. Так что Саша меня устроил на мою первую работу в Москве. Ах, кто ты? Угу, да. Отлично. А теперь версия... Да, теперь версия Саши. Живой у себя, значит, такой спокойный, да? И тут неизвестно. Ну, да, типа того. Всё, история закончилась. Ну, да. Ну, то есть я поговорил с Петей, которая была бывшим начальником. Он один из боссов был в сказке, где мы все работали, когда я в Москву приехал. Вот. И посоветовал Аню. Ну, взял её на работу. Вот. А потом она уже там переходила. Разные компании работать по собственным желаниям. Уже там бралась опыт в портфеле, я сделала помощь ней. Вот. Как-то так. Вы можете, наверное, меня поспрашивать. Пусть она порисует. А то... Да, я пока отвечаю, я... Меня интересует ещё вопрос про обучение рисования. По каким материалам? Вот Аня уже сказала, что там CGMA курсы, да. По каким материалам, помимо того, что ты обучался художке, ты учился рисовать? И посещала ли ты какие-нибудь курсы? Может быть, какие-то книги покупал специализированные? Вдохновлялся артбуками или в чём-то похожем? Да, у нас дофига артбуков, книжек есть. Ну, собственно, CGMA тоже был. У Пайка я курс проходил. О, у Пайка по окружению? Да. Отличается. Он, кстати, очень клёвый курс. Я не знаю, идёт ли он час его. Я тоже проходил. Потом по цвету свету был. В общем, я сейчас даже не все не вспомню. Забраш воркшоп я брал ещё курс. Мне захотелось забрашить, изучить. Но я вот так не сильно углубленно в результате знаю. Но мне хватает для концептов. А по книжкам не знаю. Куча артбуков уже сейчас выходит. И по фильмам, и по играм. По-моему, по всему, что только есть, уже артбуки выходят. А так, не знаю, очень полезные книжки. Мне нравится... How to Draw называется. По-моему, Скотт Робертсон их... Есть такой мужик, издаёт их две части. Одна про рендеринг, другая про... А, одна называется How to Draw, другая как How to Render. How to Render, да. Вот, они крутые. Потом... Не знаю, мне нравятся ещё энциклопедии, где там, допустим, холодное оружие, что-нибудь такое. Потому что искать хорошие фотки надо тяжело. А там открыл, всё на месте есть. Что ещё-то? Про книжки. Не знаю, они на шкафу стоят, куча книжек. Я чудо, конечно, часть вижу, что есть. На память вспомнить даже тяжело. Ну и комиксы ещё люблю смотреть всякие. Они по композе крутые. Советую, там, не знаю, миёл какого-нибудь. У неё вообще шикарная композиция. Она очень простая, она при этом работает и ничего лишнего там нет. Ну а так, каждый день, если фигачить, то, я думаю, опыт всё вам даст, что нужно. Потому что без этого никуда, никакие книжки вам не помогут, если вы каждый день там не будете практиковаться как-то, что-то новое пробовать. Я когда пришёл работать на лоды, на окружение, я окружением вообще не занимался. Я почти там ничего не умел делать по окружению. Потому что, как обычно, большинство рисует персонажей, когда начинают рисовать, почему-то они больше привлекают людей. Вот. Но я очень рад, что я опыт такой получил, и теперь у меня окружение не заставляет таких проблем, как раньше. То есть я могу, в принципе, рисовать и то, и другое. Окейшки. Отлично. Так, ну я думаю, что с основной частью мы закончили. Пару слов о том, кого будем сегодня рисовать. Откуда такие прекрасные референсы сов и там мужиков в пиджаках? Угу. Пару слов о том, что будет. Да, ну и что, с утра сегодня подумали, что бы нарисовать такой, потому что на горячую прям так придумывать. Не факт, что выход будет хороший, поэтому подумали сову нарисовать. Сначала думали фэнтезиовую, потом через пару часов как-то фэнтезиовых сов уже было дофига, и мультика была с этим совом. Решили, что сделаем временом первый мировой летчик какого-то сову. Начали эту идею как-то обдумывать. Я загуглил про сов, казалось, что прикольная история, что совы они ходят с ночью, а днем по факту у них есть враги, которые, ну ястребы, соколы и вороны. И я подумал, что если что, ну такой мир, где совы ночные как байкеры летают на своих каких-то самолетах или средствах передвижения, а днем против них летают ястребы и как бы они противостоят друг другу. Это прикольно, мне кажется, будет такое сделать, что-то в стиле, там, не знаю, Last Exile, может быть, с какими-то штуками стимпанковскими, ну, может быть, и без этого. В общем, такая сова летчик в Кжани. Вот мы и сегодня за концептем. Сова летчик? Круто. Я смотрю, у тебя большая база реф, то есть реф ты прям собираешь немеренно, что ты, что они, видимо. Ну да, в смысле база, это все с гугла просто напрямую. Ну я понимаю, у меня это перед каждой работой так вот набираешь. Да, да. Меня так научили, я этим пользуюсь постоянно. Ну, то есть я считаю, это как бы правильный подход, потому что ты не можешь быть знатоком во всех сферах нашей жизни, как бы. Ты можешь быть знатоком, если ты рисуешь в каком-то стиле или, там, допустим, ты рисуешь чуваков в доспехах 10 лет. Окей, то, конечно, у тебя уже есть база референсная, да, и ты знаешь там каждый заклепок, как рисуется. Вот. Поэтому обычно такие люди говорят, что не надо пользоваться референцией. Но если тебе надо рисовать что-то, что ты вообще никогда не делал, допустим, танго, да, то тебе надо о нем узнать как можно больше, из чего он состоит, как это выглядит и каких материалов он сделал. Вот. И так просто из головы ты просто не возьмешь. Или у тебя работа будет недостаточно хорошо выглядеть или и правдоподобно. Поэтому я всегда собираю такие большие полотна портянки реф на разные темы. И потом смотрю на них, беру какие-то элементы и комбинирую там. Ну, полезно очень. При этом можно брать, ну, несколько разных, как референс, допустим, взять летчиков, первой мировой. Если вы хотите скомбинировать с кем-то еще, я не знаю, возьмите рыцарь, рисунок средневековых, и будет у вас там в латах, а не закован, но с ружьями и все такое. Или там, не знаю, скомбинируйте с электроникой какой-нибудь, что-то такое, или с паровой машиной. И можно поставить все на свой модборд, на референсный лист и скрещивать, такой брендшторм делать, типа. Вот. Ну, так я примерно и работаю. То есть у меня там вообще материалы есть, референсы какие-то. И пайплайн всегда так строишь, да? Да. Я, прежде чем что-то начать, собираю информацию об этом, что мне нужно сделать. Вот. Хорошо. А если говорить вообще о пайплайне, как ты... Я понял. Скажи, а если, грубо говоря, твой пайплайн идет, ты, насколько я понимаю, делаешь лайном? То есть или силуэтку? Я по-разному. На самом деле, да. Когда... Если бы спросили меня там несколько лет назад, то я только по чебе красил. Сейчас я лайн-артом делаю, потом заливаю силуэт, правлю лайн-артом, если нужно. И уже потом лайн-артом я почти ничего не оставляю. То есть когда дырить начинаю. Раньше, да, я делал силуэт, потом делал чебе, красил чебе. Но сегодня я не знаю, как я буду делать еще. Посмотрите. Вот. Ну, не знаю. И то, и другое удобно. Чебе ты тон держишь, и как бы работа цельная получается. Потом с цветом тебе меньше мороки, ты можешь оттенки легко менять. А с лайн-артом, если хороший лайн, то тебе понятно, что делать. И тебе не надо перемазывать тысячу раз. Как бы работа чистая получается. Но с лайн-артом, да, нужно лайн-арт очистить. У меня лайн-арт не такой уж прекрасный. То есть я не какой-нибудь инкер. То есть для меня это тяжеловато. Ну и времени больше уходит просто. Поэтому я делаю это обмалевываю какой-то быстрый пятном. А потом поверху лайн-арт делаю покраску. Ну, в принципе, я никогда особо с лайн-свойном не делал работу. К каждому свою. Мне вот нравится, как какой-нибудь лайн-дейкер делает или рок-л. Типа старая школа американских иллюстраторов. Все. Круто. Круто, круто. Ты у нас будешь говорить в конце все. Просто Алиса не даст мне соврать. У нас каждый художник, у нее есть спецфраза, которая заканчивает предложение, чтобы мы задавали следующий вопрос. У тебя, видимо, будет все. Я могу менять разные. Меняй, меняй фразы. Можешь что-нибудь, связанное с совами, если не сов рисует. Кстати говоря, позволю уточнить. Насколько я понял, вы сегодня будете меняться. То есть, кто-то один будет рисовать лайн, кто-то второй будет красить и так далее. Правильно понял? Ну, типа того, да. Сейчас рисует Аня, ты говоришь. Дальше через час вы меняетесь, да? Ну, сейчас она рисует, мы подумаем, кого. Ну, я надеюсь, что в час я уложусь со своей стадией. Ну, хорошо. А сколько у нас вообще времени сегодня? Три часа стандартно, до двенадцати. Ну, если вы хотите чуть-чуть подольше, то ничего страшного, мы можем подольше. Мы только за. Ну, хорошо, посмотрим. Посмотрим. Если вам будет комфортно, то пожалуйста. Алис, я прошу тебя присоединиться. Ну, я здесь, нет, просто я увлеклась чатиком в том плане, что очень много вопросов ребята там задают таких. Я знаю. У нас пришли очень много гостей. Да, очень приятно видеть всех вас. Те, кто там в первый раз пришел, а те, кто там не в первый раз пришел. Я не могу в верюхе мне не сказать привет. Потому что я не могу с ней поздороваться. Ребята, кстати, да, сейчас рисует Аня. Ага. Если ты как-то Аня рисует. Да, сейчас рисует Аня, где-то через часик. Она вот то, что она работала, это понимает, передаст в рейтинг. Просто сейчас рисуют какие-то идеи. Поэтому такой замес, типа, линиями на силуэт. Вот. Потом мы силуэт выберем. Не знаю, будем ли мы его как-то проработать, или я сразу Гресси начну. Посмотрим. Ну, наверное, я как-то еще проработаю. Зря я что-то стул грею. Ох. Так. Ну, я думаю, что стоит задавать вопрос. Кстати говоря, вопросов немало уже пришло в нашу прекрасную табличку. Алиса, выбирай, какой тебе более любимый вопрос. У меня почему-то сейчас ассоциация возникла с цветик-смецветик. А, арара. Да. Светик-смецветик. Ну, поскольку сейчас Аня рисует мои вопросы, пока не будем ее задавать, так понимаю. Ну, да. Давайте. Зададим супругу. Скажем, супруга за жену отвечает. Так. Так. Я могу за Аню ответить. Он все знает. Ну, давайте начнем с портфолио пока, да. То есть, по работе вопрос. Что из себя представляет портфолио в этой сфере? Для сбора нужна только работа для существующих? Или можно собирать модный арт? Что-то вроде тренировочного для себя. Как у вас организовано портфолио? Чего оно вам помогло? Портфолио для геймдео типа? Ну, да, очевидно. Концептар. Ну, все по-разному. Можно вписаться в компании. В принципе, и своими персональными работами. Надо понимать, что они либо должны быть в стилистике и в компании, куда вы хотите. И не могут быть оторванными. То есть, не может быть совершенно что-то левое. Вот. Но если есть что-то с каких-то проектов, то да, это даже круче. То есть, люди посмотрят, что вы делали уже для других проектов и у вас есть опыт. Да. Но самый верняк это делать то, куда вы хотите пойти работать. Вот. Но у меня сейчас в портфеле своих... То есть, у меня в портфеле почти мои персональные работы одни. Я очень редко выкладываю что-то с рабочими. Не знаю почему. Наверное, я столько времени с этим провожу на работе, что мне неохота это еще раз показывать. Хотя, может быть, что-то выложу потом. Со Скайфоржей, Салудов там уже морально, наверное, уставило все. То, что я делал. Ну, или мне так кажется. Наверное, так. Ну, это же здорово, если так кажется. Что ты сейчас... А мне так всегда кажется. То есть, это нормально для художника, если ему основная работа не очень нравится. Нет, то, что он делает, я имею в виду. То, что получается. У меня редко вообще такое очень бывает. Вот. Новое слово. Все. Ох. Так. Так. Ну, не начало. Господи, ну и вопросик. Ладно, я его все-таки задам. Если бы Анна, как Нео в Матрице, внезапно познала все мастерство Си-Джи Кунг-Фу, то чему бы посвятила она свое творчество? Подразумевается, действительно неимоверный и сверх божественный стилл. Стал бы храмов расписывать или сатиру в стиле Василожкина, или концепты к аватару новому для Кэмерона, то какой мега-проект? В идеальном мире, если только достигнешь чего-то такого, ты же вечно будешь совершенствоваться. Не знаю, если бы у меня был настолько божественный уровень скилла, я бы, наверное, провела бы какой-то ресерч, чтобы посмотреть, где я могу его применить, чтобы сделать как можно больше добра и прекрасностей в эту вселенную, господи, я не знаю. Очень сложно о таком думать, потому что это не избыточная мечта. Почему сразу не избыточная мечта? Ну, как сказать, просто если, когда ты рисуешь, тебе все время кажется, что ты ничего не умеешь. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня всегда так. У меня все время состояние такого, что мне еще, передо мной еще настолько длинный путь изучения всего, что думать о чем-то подобном, типа такого вопроса, который сейчас задали, это, не знаю, трата времени и сил, возможно, вот. И я тут как-то танцую от обстоятельств, скорее. Ну, то есть у меня есть какая-то задача передо мной прямо, я ее решаю о чем-то таком совсем далеком задумываться и про какие-то суперуровни скилла думать, я не знаю. Ну, и плюс, я, конечно, сейчас смотрю на свои работы, которые были до этого там, которые мне казались раньше, о, круто, вот это я сейчас выше головы прям прыгнула, я молодец, вообще офигеть. Я сейчас смотрю и понимаю, что это было так, ну, прям очень, очень все плохо было все равно, вот. И я уже сейчас узнаю, что даже то, что я сейчас делаю, я там, не знаю, через месяц посмотрю и подумаю, что все все равно плохо, еще нужно расти, расти и дальше копаться, вот. Как-то так. Ну, я не знаю, это очень сложно, конечно, я живу с этим ощущением, и вот, у меня депрессия. Уже и сейчас началось. Да, у меня сейчас будет сеансы психотерапевта, тут со всеми вами. Вот, ну, как-то так. Не знаю, я, наверное, не могу ответить на этот вопрос адекватно. Вот. Все, говори. Какой ты бы свой проект начала, возможно бы. Потому что даже это, как сказать, вот у меня, допустим, сейчас такое состояние, когда у меня нет идей. Ну, то есть, довольно часто у меня такое бывает, что я сижу, и я вроде бы что-то, ну, то есть, у меня есть какой-то скилл в рисовании, я могу там изображать предметы, материалы, но я сижу, и у меня, блин, нет идей. И это очень тупое состояние. И тут скорее нужно, ну, как бы, возможно, мой скилл рисования как такового на сегодняшний момент он достаточен, но чтобы стартануть что-то клевое, нужна какая-то офигенная идея. И вот пока у меня нет идей, и вот когда они у меня будут, я буду сворачивать, черт по делу, горы. Нет, это есть крутые, именно суперкрутых идей. Да, ну, то есть, есть такое что-то для себя нам порисовать. Вот. Ну, и, конечно же, мне еще там нужно анатомию вспоминать после моих всяких работ в мобильных играх. Зачем ты анатомия? Вот. У меня все по этому вопросу. А вот, кстати, вот то, что ты говоришь, надо вспоминать анатомию. Здесь такой вопрос как раз задавали, что, ну, вопрос к обоим, естественно. Как вы считаете, реализм это скучно, дорого или просто слишком трудно? Почему наблюдается такое наводнение стилизации, в кавычках так называемых? Хотя хорошая стилизация – это вовсе не то, что сейчас под ней подразумевают молодые рисоваки. Ну, я не знаю, может, что-то пропустил, но я стилизации особо не вижу, наоборот. Ну, если касаться игр, то что у нас стилизованным появилось за последние несколько лет действительно крутого на самом деле? Я вот с трудом отвечу. Ну, там, проект от Blizzard, окей, у них в целом всегда была стилизация. А так-то, по большому счету, ну, пару проектов на фоне поповального реализма, как бы. Что касается реализма, ну, он не такой уж и дорогой, как казалось бы. Он дорогой в производстве именно ТД-художниками. В части концепта, ну, профессионалы, которые работают в реализме, с такой же скоростью делают, наверное, как и стилизацию профессионал сделают. То есть... Ну, тут я не вижу никаких проблем-то особых. Что там еще там было? Какой вопрос? Что-то про... Да, ну, в общем, какое у вас отношение к художественному реализму и какое отношение к стилизации? Да, нормальное. У меня, в принципе... Угу. Мне, в принципе, нравится и то, и другое. Не знаю. Я с удовольствием поработаю и, в принципе, уже делал концепты и для реалистичных, и для стилизованных проектов. Поэтому для меня окей, и то, и другое. Я, там, игры от Ubisoft, в принципе, люблю. У них всегда на крупных проектах реализм. Всякие Ассасингриды и прочее. Вот. Аня, будешь что-то говорить? Нет? Я люблю стилизацию, как видно из моего портфолио. Но я считаю, что хотя бы вот стадики какие-то нужно делать, чтобы все... Ну, как сказать, у меня есть какая-то база... Вот если говорить про анатомию, например, то мне, окей, в институте, в художке что-то вбили. Но если вы учитесь и у вас нету художественного образования, то, блин, сначала нужно все равно гипсы порисовать. Сначала нужно все равно поделать скетчи с реальных людей. Потому что, когда начинаешь прям сразу фигачить стилизацию, она нечестная, что ли, выходит. Ну, то есть, как... Нужно там вот и преференсами пользоваться. Все равно, если вы рисуете мультяшного лося, вам нужно сначала настоящего лося найти, посмотреть, как он выглядит. И то, что у него там ножки, ручки есть, вот, там рога, какие они... Чтобы их стилизовать правильно, чтобы он узнавался. Вот, как-то так. Ну и плюс сейчас из-за того, что мультипликации в основном... Плюс-минус реалистичный рендер. Ну, я имею в виду материалы, там все равно мех это там мех, волосы это волосы, кожа она кожа. Ну, то есть, это не мультики Диснея, когда там летящие ткани какие-то там все такое перетекающее друг в друга. Ну, в смысле, там, конечно, тоже материалы считывались, но сейчас это все доходит до такого абсолюта, что ли. То есть, у нас стилизованное все, но при этом у нас реальные материалы. И, как бы, их же тоже нужно уметь делать. Ну, то есть, это из реальности нужно брать. Это реализм своеобразный. В данном случае у нас стилизуется только форма. Вот. Как-то так. В общем, для меня, наверное, скучнее выглядят проекты, которые прям в реализме сделаны. Например. Что? Вот. Но... Опять же, от сюжета смотря. Потому что... И меня в них играют. Да. Я смотрю, как Саша в них играет. Потому что, как правило, такие проекты — это шутеры от первого лица. А я ненавижу шутеры от первого лица. Я вот хочу сказать про Uncharted, что я люблю его смотреть и ненавижу в него играть. Потому что это шутеры от первого лица. Вот. И он, наверное... Кстати, многие-то не любят в последнее время. Как же методы? Шутеры? Да-да-да-да. За третьего лица с нас играют. На последнее время. Я просто не могу, когда мне в лицо вот тычутся враги, прям вот эти руки твои торчащие. Ну то есть, как бы я... Не, ну ладно, что он третьего лица. Да просто много перестрелок, тебе это не нравится. Ну там ты все равно куда стреляешь, ты в прицел смотришь. Ну так. И если на тебя мужики... Ну ладно, мы короче ушли куда-то от вопроса. Потом мы сейчас начнем за игры уже. Да, за игры это другой вопрос, наверное, будет. А за игры это по поле поговорим, да? Да-да-да. Мы обязательно поговорим о них, извини. Ну в общем, с моей точки зрения, стилизацией быть, но только на базе реализма. Реализм нужно знать, нужно референсами пользоваться, нужно какую-то базу нарисовывать себе, именно нарисовывать, потому что руки запоминают, что где находится там у человека, например. Вот. И потом это сами строят. И обновлять вот надо. Я вот сейчас скоро начну рисовать. Я вам всем, люди, говорю, что я скоро начну рисовать анатомию, потому что я нифига не помню. Мне кажется, еще проблема стилизации то, что она вся двинулась в мобилке и упростилась очень сильно. А хорошая стилизация на крупных проектах, ну, она пропала. Её мало. Мне нравится стилизация не совсем картонная, а именно, которая еще реализм оставляет под собой. Ну да, да. Вот типа Overwatch, например, это же тоже стилизация. Он, блин, стилизованный. Он там рубленый весь такой, упрощенный. Ну, то есть это не Uncharted уже. Но есть стилизация, как, например, мультик Amazing World of Gumball. Он офигенный, но вот я вот не хотел бы такой делать. Когда вот прям совсем палка-палка огуречек. Но там как бы он не совсем про то, но это как пример стилизации. Вот я, допустим, не люблю такую стилизацию. То есть она крутая, на неё круто смотреть, но делать её для меня пипец скучно. Я вот проходила как раз курс по персонажной, по персонажке для анимации. Я забываю слова. Вот. На CGMA. Я не помню, конечно же, автора. Да и не важно. Да. И вот там как раз была такая... Там было очень много полезных вещей, но там человек, который вёл этот курс, он вот как раз про вот эту супер-картунную стилизацию. И там некоторые задания были. Прям я страдала на них, потому что там вот эти палка огуречек, да. Объём такой. Делать. Я всё-таки вот люблю больше такой семиреализм, он называется. Всё. Так, ты давай рисуй, потому что у нас ребята такие, что типа, аааа, почему не рисуем? Ой, извините. И сейчас, я думаю, мы будем задавать уже Саше вопросы, да? Да, ты у меня... Чем больше ты рисуешь, тем меньше времени... Ой, не рисуешь, тем меньше у меня времени на рендер останется. Это я давлю на тебя так. Да, да, да. Именно так. А я задам вам сейчас просто жёсткий такой вопрос, который сейчас прекратит весь стрим и приведёт к разводу. Врубайска. Провокационный. Провокационный, который приведёт к разводу. Кто из вас лучше рисует? Саша, конечно же. Конечно, Аня, да. Ха-ха-ха-ха. Нет, правда, рисует Саша Сашу. А Саша молодец. А Саша молодец. Свои хитрые. Борщи варят, вот почему он так говорит. Да нет, ну блин. Борщи, это святая. Я просто про другое. Я лайнер такой, как Аня, не сделаю. У меня опыта не столько. Аня фигачит их каждый день. Начинаю там, не знаю, с пяти лет, наверное. И у меня скетчи пол шкафа этих скетчбухов. Алис, я думаю, что когда он это говорил, у него даже не участился пульс. Ха-ха-ха. Я просто думаю, что он мог бы быть совершенно таким свидетелем, не стереотипным. Ха-ха-ха. Ох. Ну, на самом деле, я сейчас то же самое скажу только про Сашу, потому что у него... Ну, я график за счет того, что я архитектурку заканчиваю. То есть все, кто, как правило, учился в каких-то таких околографических институтах, они, соответственно, лучшие графики. Ну да, у меня бывают нормальные лайн-арты. Но вот в плане живописи у меня тут боль, страдания вообще. Потому что я, блин, очень плохо с цветом взаимодействую. У Саши в этом плане, начиная, по-моему, с художки, уже был какой-то супер офигенный преподаватель, который их там гонял так, что... Ну, то есть они еще детки были маленькие, а уже получали по шее хорошо. Вот. Ну и там, в общем-то, человек знал, о чем говорил. И у него уже оттуда началась база в живописи очень крутая. И он ее пронес сквозь века. И сейчас он фигачит. Я ее даже не использую. Да, конечно. Ты же не рисуешь на работе дома. Зачем она нужна? Не, ну я там не делаю уже какую-то неимоверную живопись. Приходится более сдержанные оттенки делать. Ну, все равно, что ты умеешь. Во-вторых, это же не все. То есть для концепта художника важно еще придумывать, уметь. То есть можно быть не очень так себе улайн-художником, но при этом офигенные идеи выдавать. Например, как Саша это тоже делает. Нет. Окей. Ладно, оба хороши. Все. Рисуй. Я рисую? Да, да, нет. Я вижу просто. Ребята там, пусть нарисуют, пусть нарисуют. Спасибо. Спасибо. Вот такой вопрос. Саш, давай отрисуем его тебе. Ага. Что в одном из стримов, я так понимаю, это про Диму Бурмака, у нас они были тоже ребята, и вот они говорили, что рисуют одну работу вдвоем. То есть там вот тоже, не хочу нарисовать полону жена, если не ошибаюсь. Я сейчас очень боюсь себя нарисовать. Да, да. Нет, это не с Димой, это с Евгением Моцком, по-моему, было, или нет? С Евгением. Ну, неважно. Я не помню, с чем ты из них. В общем, да, вот с какой-то художественной семьей, говорят, один делает лайн, второй красит, и так по очереди. И бывает для вас такое? То есть, по-моему, Бурмак, вот точно знаю, что Бурмак, они прямо показывают нам фотографии с референсами, то есть они друг друга фотографируют, чтобы было удобнее. Вы вообще такое практикуете? То есть у вас есть ли там удобство, то что жена художник, муж художник? Ну да, мы как бы оффер друг другу делаем, но на самом деле не так уж часто, но когда у нас там какой-нибудь заказ на фрилансе бывает, и ты делаешь у тебя какой-то тупик, то, конечно, проще спросить. Там я могу у Ани спросить, что не так? Она сядет, мне пару линии сделают, и я поправлю. Или у нее какой-то затык будет, и я ей помогу тоже. Вот. Ну вот так, чтобы прямо у нас на поток было поставлено, и мы такие, как на заводе, я сейчас эгей, ты делаешь лайн-арт, а я крашу, у нас такого нет. Мы сегодня просто решили попробовать. У нас есть там пару работ буквально за все это время, пока мы вместе делали что-то. Ну я обычно брал либо скетч, либо лайн-арт какую-то покрасить, когда мне просто хочется передохнуть. Вот. Я ему его отдарю. Дарит мне, да. Да, я что-нибудь нарисую, понимаю, что Саша это круто сделает, у меня там не хватит чугудной задницы, у меня нету скилла такого, я постоянно скачу по квартире, а Саша все время сидит и рисует. Вот. Поэтому я ему отдаю, чтобы он сел и нарисовал. У меня есть список скетчей твоих, которые я забил на будущее. У тебя есть своих скетчей, у меня есть такой же список, на который ты забил пока. Вот. Ну то есть работодатель не всегда знает, что фриланс уходит на самом деле второму человеку, да, доделать? Нет. Ну как бы, допустим, если мне дают что-то делать, делаю это я. Но если там какая-то правка, не знаю, не понимаю, почему у меня какая-то херня кривая и надо ее как-то поправить, а у меня уже мозги кипят и я не вижу, то я ее зову, она мне подсказывает на свежий взгляд, просто помогает. Вот. Но нет такого, что типа, давай-ка я сделаю для тебя фриланс там. Ну да, я просто как еще одни глаза, которые как-то приближены к рисованию. Ну или я могу посоветовать просто там, не знаю, у меня какая-то идея появится, я могу сказать, она рисует еще один вариант просто там персонажа для заказчика. Ну и если она там не успевает, я могу, не знаю, там какую-то объединенную работу сделать, почистить или сделать, подкрасить персонажа, чтобы успеть вовремя. Ну не то, чтобы мы там рисуем несколько персонажей, комбинируем на один лист и издаем заказчиков. Ох. Тут есть вопрос достаточно конкретный. Он немножко приурочен к компьютерным играм, поэтому я его с Адам, ну и проработу заодно. Пишет Влад. Добрый день. Увидел Александра в порфурию Splash Art Lotus Karma в игре League Legend. Судя по тому, что скрин сил один, Александр не работает на Riot Games. Но Splash Art используется в игре. Объясните, пожалуйста, мне эту ситуацию. Я, как большой фанат визуальной составляющей в League Legend, в игре же когда-нибудь попаду в Riot. Расскажите мне что-нибудь об этом, как человек, уже сотрудничавший с этой компанией. А что конкретно рассказать? Ну да, я там типа фрилансил на них по части Splash of. Да. Ну мы там сделаем вид, что мы не видим иконочку League of Legends на рабочем столе у вас. Рассказывай, рассказывай. Ну что, типа работаю на них-то, делаю Splash и скины. Играю в LoL тоже. Кого Мэйни? Кого Мэйни? На каком сервере играю? На американском? На североамериканском. Алиса играет на Европе, вы играете на США. Ладно, хорошо, смущать не будем. Ох. Чего? В смысле, а что с Европой не так? Или с Америкой? Я по части серваков не понял. Алиса просто про меня хотела, наверное, шутить, да? Ну, ладно. Нет, просто интересно, почему нет. Мы сейчас наберем художников, которые играют в разные игры и будем устраивать. Там, конечно, сами тоже собираются. В общем, по части того, типа, как сотрудничать. Хочешь когда-нибудь сотрудничать с Райтами? Да, да, да. Я как раз про это хотел сказать. И он хотел, на самом деле, узнать побольше подробностей, а каково это? А как там вообще есть такое? Каково это? Да, обычная работа, на самом деле. Единственное отличие в разной работе, нравится ли проект, на котором ты работаешь или нет. Ну, как бы, для тебя это просто работа. Вот. Если хотите работать на, не знаю, Райт или Близзард, ну, делайте портфель и стучитесь к художникам или арт-директорам. Ну, обычно люди довольно приветливы, и если скилла хватает, то без проблем найдете работу или фриланс там. Как бы, не вижу проблем. Хороший сотрудник всегда найдет себе применение. Вот. Про сервер, кстати говоря, я думаю, что Алиса просто хотела отпустить шутку в мой адрес, но и воспитание не позволило мне сказать, вернее, ей сказать шутку, а я не успел просто своими клешнями по ноутбуку отшутиться, то что вот тоже играю в лоб. Мне просто клешнями неудобно щелкать. Я просто стал на американском играть, потому что мне сказали, что на Европе дофига хейтеров, и я такой, ну, ладно. Я тебя умоляю, хейтеров везде очень много. Не знаю, у меня, пока я играл, что-то на американском не так уж и много. Ну, бывает, там орут в чат, но довольно редко. Я уж не знаю, как там на европейском. Ох. Так. Вот, следующий вопрос. Алиса, ну, выбирай, какой хочешь. Я хотел сказать, что с хитрыми. С хитрыми? Ой, с хитрыми. Чего-чего? Ну, давайте забудем. Ну, хотя можно, конечно, отдельно про игры сейчас поговорить, пока Саша, допустим, не рисует. Вот, допустим, мы так уже поняли, что Аня не любит шутеры от первого лица. Но мы потом с ней поподробнее, наверное, тоже поговорим. А у тебя какой любимый жанр? Во что, ну, кроме Лола играется? Я вовсе играю, кроме спортивных и, наверное, каких-то гонок всяких, рейсинг-игр, не очень люблю. А так, в принципе, дофига японских игр. Всякие персоны, метал гиры, финалки. Джерпат Гэтта могу поиграть. Старые игрушки собираю. У меня там небольшая коллекция олдскурных игр. Я мне боевку покупаю. Консолей тоже несколько. Но я, в основном, на консолях играю. Как-то у меня так сложилось, что я с компа пересел, и всё, иногда я уже не хочу возвращаться. Потому что на консолях удобнее, и проект выходит эксклюзивный, в принципе, интересно. Аккуратней, ты рискуешь начать. Холивор. Войну. Давайте. Нет, после того, как я поиграл в Bloodborne, я понял, что надо. Ну, вот это мы поговорим. Подожди, сохрани эту тему тихо про Bloodborne, подожди. Подожди, я сейчас нарисую. Да, они не любят играть шутер, потому что там всё мельтешит, но играла и прошла весь Bloodborne. Это не шутер. И при этом она ненавидит ужасы и прочее. Потому что Bloodborne – это не стандартный шутер. Это раз, если уж называть его шутером, хотя это кошунство. Ну, Bloodborne, кстати говоря, мне подсадил наш один из первого гостей. Это как раз Макс Верёхин. Я, типа, вообще не знал про существование этой игрульки. А он ведь везде про неё говорил. И я такой, ну, блин, ну а надо попробовать, короче. И тоже попробовал загамнуть, в общем. И всё, я думаю. После вот гаммания Bloodborne я из серии, всё, надо завтра пойти и купить себе PS4. Вот так. Так что, да. Эта тема. Ох. Кстати говоря, мне интересно, мы сейчас говорили про игры, а какая была первая игра, в которую вы поиграли в своей жизни? То есть, вот так или иначе же в GameDev вас привело всё-таки любовь к игре, я надеюсь. Ну, после какой игры вы поняли, что всё, только GameDev? Ой, фиг знает. Я, наверное, в Неваловские игры играл. Ну, это потому что просто мечтать о чём-то, это, конечно, хорошо, но мне всегда нравился Неваловский стиль, особенно там период, когда у них были Демиурги, герои, вот это вот. Потом уже Алоды у них появились, и мне как-то очень близок этот стиль был, такого стилизованного реализма небольшого, где там потёртые металлы есть и всё такое. Не совсем яркие уж цвета какие-то. Вот. Конечно, жаль, ну, мне сейчас, по крайней мере, жаль, что стиль немного улетучился, то есть Skyforge уже в ином стиле делается. Вот. Мне хотелось бы чего-нибудь такого, что раньше был у истоков там. А так, не знаю, какие игры. Я, на самом деле, дофига всего переиграл, приставки у меня там с детства были. До приставок я в друзья играл ещё за всякими компаниями, которые вообще исторические. Поэтому, не знаю, у меня игры всю жизнь были. Ну, я уже говорил, что именно о работе в играх я подумал, когда я планшеты себе купил. Я просто понял, что можно работать в этой сфере, зарабатывать деньги и всё круто. До этого я просто об этом не знал и как-то не особо интересовался на самом деле. То есть я довольно призрачно представлял, чем я буду заниматься до этого. Ну, то есть я думал, что я буду рисовать иллюстрации или что-нибудь такое. Ну, по крайней мере. Но то, что я в Генге попаду, я как раз где-то только летом 7-8 назад понял. В общем, ничто не продвещало деньги. О, да. Это я, собственно, абсолютно счастлив, что я работаю в Генге. Не самая худшая работа, знаете. А вот мы у многих художников спрашивали насчёт того, как семья отнеслась к этому вопросу. Родители, что ли? Да, художники даже. Ну, как стандартная ситуация. Хлеб, вода, холодные, холодные. Что за фигня, какие игры там. То есть родители мне сказали, закончить сначала какую-нибудь реальную работу, профессию, с которой ты можешь работать потом. Я пошёл в техникум на оператора станков с ЧПУ. Его закончил, а потом уже пошёл в институт по собственному желанию. Вот. То есть, ну, обычно родители, когда понимают, что ты этим можешь себе на жизнь зарабатывать, и довольно неплохо, они сразу соглашаются и все претензии уходят на второй план. Такие. Окей, занимайся. А поначалу, да? Ну, то есть для поколения родителей довольно тяжело понять, какие игры и что это такое вообще. То есть у них этого не было и объяснить довольно тяжело. У меня родственники всем знакомым говорят, что я сайты делаю, например. Потому что их понятнее. Да, потому что объяснить, что я делаю, они не могут. Ну да, у меня... У меня же вообще был уход с магистратуры, и у меня мама очень долго не могла смириться с тем, что я ухожу, потому что я просто перестала ходить на лекции. И она такая, что-то ты не учишься, по-моему. Я такая, ну да, что-то нет. То есть я уходила не закончив, а прямо с учебного года. Но я фрилансом набрала себе нормально на жизнь за первый же месяц. И она такая, окей, выживешь. Александр, я, мне кажется, закончила начальный этап нашего соло. Ты не мог бы мне сказать, что бы ты хотел? Что бы вы хотели? Что бы я хотел? Сейчас я скажу. Я хочу вот у верхнего левого сделать косой воротник какой-нибудь. Несимметричный. Ну, то есть ты хочешь у верхнего левого начнём с этого? Да, окей. Всегда нужно у заказчика спрашивать у него конкретные вопросы. Ох. Так. Я ещё вопросики нашёл. Господи. А, тут ещё по-насадавали. Я думал, мы уже закончились. Ничего себе. Так. Ну, простой вопрос. Про игры-то рассказали. Скажем так, про медиа. Смотрите каких-нибудь блогеров на Ютубе? И вообще про кино что-нибудь? Пару слов от обоих. Чуть поконкретнее. Не знаю. Я смотрю на Ютубе всё подряд. Ой, мы в Ютубе такое смотрим. Что? Что, например? Не знаю. Летсплеи смотрим там от всяких чуваков. Вот эти люди. От какой-то PewDiePie там. Не знаю. Иногда. PewDiePie! Ой, блин. Ну да. На самом деле мы много чего смотрим. Не знаю. Летсплеи смотрим на то, что мы не будем сами играть. Или чтобы посмотреть реакцию тех игр, которые мы уже прошли. Там какой-нибудь Bloodborne глянуть. Или хоррор какой-нибудь. Вот. А по части фильмов, ну как у всех, там нормальных людей. Фэнтези, фантастика. Всякие сериалы там. Есть любимые? Любимые фильмы? Да. Ну, они Гарри Поттеру нравятся очень сильно. Ну, Гарри Поттера цветует. Что? Мир Поттера не трогать. Ну, я... Чё-то на Аню сразу. Нет. Я могу понять. Не знаю. Мы с вами, друзья, вообще сейчас поговорим, я чувствую. Давай. Что касается вкусов. Я знаю. Я знаю. Мотивация прям. Я могу и хоррор смотреть. То есть, я не знаю, пересмотрел, наверное, все хорроры. Ой, вы знаете про хорроры, короче, сейчас будут интимные подробности нашей семейной жизни про хорроры. Я такая гуляю с Никоновым на нашей первой свиданке. Ну, и такая еще не уверена, нравится она мне или нет. И он такой, ты знаешь, я, короче, хорроры вообще смотрю все. Я такая, о, чувак, нам с тобой не по пути. Но я это подумала, правда, только. Но на тот момент я такая, блин, нет. Пожалуй, нет, я... Наше общение с тобой дальше не пойдет. Решила я. Все, ремарка закончилась. Можете посмеяться. Это же так весело. Да. Это самый страшный хоррор, который он привнес в свою жизнь. Ну, я на самом деле их слушаю. То есть, он привносит... Крики, которые доносятся мне. Да, я послушала в его... Ну, как, в его геймплее этот... Господи. До рассвета дожить. А, найти его дома? Да. Ну, я его послушала, потому что там одни скримеры. И смотреть на скримеры я не могу просто. Я очень смешно реагирую. Сколько мы уже рисуем? Да не так давно, собственно. Ну, я тоже хочу качать, что ли? Нормально. Нет, я просто смотрю. Расскажи мне твой любимый уже... Вернее, даже не любимый уже тестик. Топ трех ужастиков, которые ты смотрел просто смотришь хоррором. Может быть, ты посоветуешь даже мне, что я люблю ужастики хорошие. Но не люблю скримеры, потому что я считаю, что это тупо. Ужастики... Ну, классика, всякое сияние там, не знаю... Проклятие японское. Угу. Можно посмотреть. Ну, я японских ужастиков полно пересмотрел, помню. Но они с какого-то момента начинают казаться однотипными. В принципе, там, одни и те же ходы используются. Какая-нибудь женщина в белом, с длинными волосами. Ой, ненавижу. Бабка. Ой, ненавижу, как я это всё ненавижу, ребята. Ты ненавидишь страшилки или что? Или скримера? Что я не люблю скримеры, например. Скримеры я вообще не перевариваю. Я глаза просто закрываю. Оставшийся фильм сижу с закрытыми глазами, как я это сделала на звонке втором, когда меня затащил мой класс на звонок второй в кинотеатр. После этого я решила, что никогда в своей жизни никогда я больше не пойду в кинотеатр на ужастик. Потому что я реально сидела с закрытыми глазами весь фильм. Продолжайте, Александр. Ох. Ну что, продолжайте. Я никогда не забуду, когда мы пошли с подругами какой-то глупый-глупый ужастик. И все боялись, а мы сидели и ржали. Это, по-моему, вообще классика жанра, конечно. Но это было нечто. Вот. Такие ужастники, конечно, это смешно посмотреть. Так не фанат. У нас вот на втором, извините. У нас на втором звонке тоже все сидели, ржали. У меня было не за смехом. Я боялась. У меня сейчас дико повеселила Эш против мертвецов сериал первой серии. Не спойлери, пожалуйста. Я безумно хочу посмотреть. Он очень похож на предыдущий фильм по стилю. Ну то есть такой, вроде бы истёк, а вроде бы... Я и я фанат этой темы. Я прямо... А сериалы, кстати, какие смотрите? Какие сериалы захватили вашу жизнь и лишили вас всего? Чего захватил вашу жизнь? Я уже давно не смотрел ничего нормального в последнее время. Мне понравился True Detective первый. Ну да. Хотя его обосрали, но мне он понравился. Почему первый хороший, а второй его обосрали? Не, наоборот же второй сделали без всякой там мистики, потому что, вроде как, обычные американцы такие да-да-да, мы не хотим мистику. И сделали там просто про каких-то... Я бы, короче, посмотрела, я одну серию посмотрела, мне показалось, что мы у всех одинаковые лица, и я забила это смотреть. «Игру престолов» я бы смотрел. Они её не смотрят, потому что она всё и так уже знает. Я читала книгу. The book is fucking better. Вот что я вам скажу. Ты тоже, наверное, увидела этот клип, где Экси с Элосом пели то, что книга лучше как раз про «Игру престолов», The Rage of Thrones, у них песня есть. Да-да-да. А последние прикольные сериалы детективные мы смотрим. Как он назывался? И как? Мы сейчас вспоминаем активно. Вот таки, да, мы его забыли. Который мальчик и где в окнах? Угу, мальчик. Милый разговор. Тяжело, да? Эфир. Заполняй чем-нибудь эфир, пока я думаю. Блин, он назывался «Убийство». А, «Убийство», да, назывался. Просто есть какой-то там европейский, не помню, кто его снимал. А есть ремейк американский, мы смотрели. Ремейк американский. Но даже он окей. Я весь сериал ждала, пока там главные герои переспят друг с другом. Он просто довольно прикольный и держит хорошо. Сюжет неплохой. То есть, в принципе, можно смотреть что угодно. Лишь бы хорошая вещь была. Хотя «Брэйкин Бэт» они не смотрели. А я смотрел. Я его знаю по отзывам, что он такой клёвый-клёвый. Но он... Там настолько всё плохо каждую серию. Я прям что-то не могу, когда всё плохо у всех. У тебя тоже начинает всё плохо. Особенно вот зимой, если сидишь, смотришь, так плохо всё на улице. Ты смотришь ещё всё плохо. Ты должна радоваться, что кому-то ещё хуже, чем тебе просто. Нет, я не могу. Я же такая добрая. Вот. В общем, да, я не смотрела «Брэйкин Бэт», но я... Я знаю, что он хорош. Может, ему со второй руки снять перчатку? И куда ты её хочешь? В карман. Пусть торчит из кармана. Нет? Я не могу такую падлу руку рисовать. Ну ладно. Вы все слышали, да? Сейчас выбор дизайнерский. Я сказал слово, да. Вот так вот и делать, да, дизайнерские на самом деле решения. Так, панель это рисовать. Давайте здесь лучше сделаем вот так. Не, ну на самом деле можно было бы и без перчатки, но не в режиме стрима, когда мы там побырым, надо не рисовать. Зато я наконец-то не рисую бабу какую-нибудь. Мне дико стыдно, что я на Патреон рисую у них баб. А что так стыдно? Это же популярно. Мне уже самой даже не интересно, но ты всё равно вот садишься и рисуешь бабу, потому что что ещё? У меня сразу начинается кризис фантазии, когда я сажусь рисовать. Я такая, ну ладно, ещё один встать к сфотке с бабой. И как же мимишных парней каких-нибудь там? Да, скоро будут. Скоро будут мимишные. Обнажённый торс там? Да, Саша меня выгонит из квартиры, если я буду начну рисовать. Мне кровавые слёзы начнут встать. А ты скажи, что это дорогой... Это всё ради денег. Это всё ради денег. Ты моя моза. Ну, всё ради денег надо так говорить. Да ладно, это с такими тем наоборот получится. Она там, знаешь, девушек с грудью большой, и грудь никак не закрыть за деньги. Вот ты делаешь то же самое, только рисуешь такого гейски выглядящего. Да. У неё же там парня здесь. У неё там и парня уже и давно, да. А знаешь, что у них за деньги, ухууу! У неё всякие робин, там уже раздеты. Там всё торчит. Ну, отлично, прекрасно. Я очень рад за такие метяны. Я на самом деле за неё рада. Вообще, я какой-то хотел Серьёзный вопрос задать Но мы опять про сиськи-письки Да что ж ты будешь делать Слушай, а я хочу ещё про хобби Поздавать, Алис, тут вот Если ты посмотришь топ-вопросов, они все про хобби Если ты не против Нет, я не против, но потом давайте Пару слов о том, что вообще происходит В фотошопе Окей, тут Спрашивают, если вы уже видели Трейлер Варкрафта, какие ваши ощущения? Ай, вопросы все прям В кассу, ты смотри-ка Не знаю, двоякие ощущения Всё, что в Сорокме круто Всё, что с людьми, какой-то адовый пипец На самом деле Ощущение, что Косплееров воткнули в CG-окружение Как-то они очень Вяло смотрятся на фоне Тоже про косплееров мысли были, да? Да, потому что доспехи Не выглядят состаренными Они доспехами не выглядят Да, доспехами не выглядят Ну ладно бы Если бы это только проблема Там просто ещё Не знаю В Варкрафте очень Стилизованные люди И орки, да? И мне всегда нравилось Что орк по размеру Он сопоставим с Человеком, который Одел броню То есть люди надевают броню Чтобы противостоять оркам Быти рано поселить Ну да Там это как бы не показано А выглядит, что Чуваки просто Каких-то Таких Везде с окантовками Доспех Пластиковых Ну не знаю Может пока это видно Так Может допилят ещё Что-то Хотя не знаю Как они это сделают Ну в общем Если там будет Хороший экшен и сюжет То Наверное зайдёт Так Ролики Самого Варкрафта Который Легион Показали Он Гораздо лучше Выглядит Да Кстати вот об этом Я тоже заживался Ты знаешь Прости что перебиваю В триллер Варкрафта Мне-то недавно Кто-то в ленте кинул Не увидел Кто это кинул Там Заметили ещё больше Ну скажем так Глупость Не то что глупость А жёсткое несоответствие Чем там Орков и людей И так далее Там были показаны Две арчихи Одна коричневая Ну собственно С кустышей Которая офигенно выглядела Потому что она была Такая Ну похожая на арчиху И другая Зелёная Которая была Где-то у людей И вот Которая зелёная Это просто Баба покрашенная Зелёнкой С клыками А та которая коричневая Она нормальная Там и грим И серживая Ну типа фишка в том Что коричневая Это арчиха А зелёная Я так понял Негоровная Пол арчиха Пол человеку Я так понял Поэтому Зелёнкой накрасили В общем Меня просто Бомбанулось Это тоже Очень сильно Прям нормально Ну мне кажется Если бы Если бы Парень из Дисней Работать Я не помню Кван кто-то Кван Квандайк Который работал Раньше в Дисней Вот Убе не помню Ник Квандайк По-моему Если мне там Не помню Не хочу наврать Вот На самом деле Это круто Что они все-таки Это сделали Потому что После просмотра Как раз роликов К тому же Варкрафту Трайверов И прочее Все по-моему Сдавались Вопросом Что когда же Когда же Начнется уже делать Такую графику Кино Тогда надо было Весь фирм делать Делать в таком стилистике Чтобы он цельно выглядел А сейчас Он вроде бы Стремится к кино С реализмом Но при этом Остается CG Ну то есть Если бы они сделали Как в этом Мультик Биовульф Вы знаете Такой Где там Оцифровались Если бы они Оцифровали Не знаю Всех людей И поменяли бы Какие пропорции Чтобы они Подходили Оркам То есть Тогда бы Все В кадре Было бы ровно Это как Не знаю Один кусок Прорисовать Очень сильно На картинке А другой Оставить И Тогда тебе придется Все остальное Дотягивать До этого До этого Куска Тут так же Люди Остаются Реалистичными Остальное Все обработано Так или иначе CG Планов Окружения Мало снято Реалистично Как допустим Был Телин колец Где они там В Новой Зеландии Да Панорамы снимали Тут В основном Все Мэрплейтинг Дорисовано Типа Ну и На этом фоне Люди Конечно Вырванные Выглядят Может быть Они там Постпроцессом Еще За год Допили Все это Ох После прихода Специалисты С Дисней Бизард Собственно В Варкрафте Появятся Счастливые Деревни И песни Про любовь Так там же Еще на стадии Пандарии По-моему Они появились Нет? Принцесски С птичками Такими Рису бегом У меня те Обычницы Или птички Принцесса Арчиха Такой нормальной Это будет Так Дримворкс Не прокатит Так у нее Уже Пандария Была Все какая-то Про Гигантские Маргурки Я Я очень давно Играла в World of Warcraft Очень давно По-моему Еще до катаклизма Вот И я когда Решила В общем Вспомнить пароль От батлнета И поиграть В Пандарию Я зашла И это Типа прикольно Но это не Варкрафт вообще Ну то есть Он такой радостный Какой-то там Панды такие Все Тролевали Еще самое смешное Что Я когда играла Там еще не Не стали Переделывать Старых Персонажей И там На локации В Спандарии Где начинается Типа главный Замес на этой черепахе И там Эльфики Блад-эльфики Старые И они такие Пять полигонов То есть рядом стоит Панда Такая вся Кстати да Я просто тоже Вот Я просто тоже После Кстати говоря Еще диссонанс был То что после катаклизма Которая Все хуже Все хуже Все хуже Такая кавайная Пандария И сейчас Снова типа Легион Все плохо Снова Ты знаешь Это как Все хорошо Все плохо Все хорошо Все плохо Нужно Разную аудиторию Перевлекать А вот они Ну Я надеюсь Что они как-нибудь Выполнят свое обещание И Легион Будет последним Вообще аддоном Кордову Харкрафта И все И закончится Да Он будет последним Дальше будет Кино и фильм Вообще Я не буду Тон Я тебе сделаю Мне просто Онлайн Нужно видеть Я сейчас Пока не все вижу Про то что они там Враждуют Ястребами Ястребы у нас будут Такие Все Типа армия А совы Летчики Они будут А-ля Такие Летчики Пираты Какие-нибудь Вот Они между собой Враждуют И Саша Нашел Нерефов Когда вы это Рисуете Сами по себе Естественно Вы себе Сами ищите Вот И Так вот Я делаю Три эскиза Они должны быть Как можно Более разные По Форме Если я их уменьшаю Я вижу Что Три разных силуэта Один Более квадратный Другой Конический Третий Вытянутый Он подошел Под комнат Ястреба Вояку Если Его там Допилить Да Вот Из трех Выбираем Лучший И начинаем Его Прорабатывать Ну Вообще Я планирую Сделать Лайн Но Так как Пока я делаю Лайн Я не вижу Объем В некоторых Местах Ну Я за собой Такое замечаю Поэтому я Прежде чем Как бы Обводить это Лайном Под покраску Я обычно Делаю Такой Подмалевок Что ли Ну То есть Чтобы не просто Линию на линию Наслаивать А то чтобы Сделать какой-то Объем Понять Какой он И потом На объем Нарисовать Линию И Саша При этом Будет проще Еще работать Конечно Вот Как-то так Поэтому Сейчас я Это так Замазываю Это страшно Выглядит Саша Волнуется Я Абсолютно Не волнуюсь Я Паник Вот Ну и обычно Я все делаю В пятистах Слоев Это сегодня Что-то в одном Все Вот И крашу я Еще в более Пятистах Слоев У меня Там Живописью И не пахнет Обычно У меня все Наложениями И честно говоря Я уже не помню Как красит мой муж Потому что Когда он меня учил Он красил От ЧБ Все время И Я сейчас даже не знаю Как он красит Боже мой Я сейчас вместе с вами Буду поражаться Я сам сейчас поражусь Чудесам поражаются На самом деле Все Скажем так Про твою покраску Вообще Отдельно бы хотелось Поговорить По той простой причине Что У тебя все Твои работы Достаточно Имеют Особую стилистику Мне кажется Постобработки Или чего-то похожего По насыщенности цвета И по бликам Лично я бы мог Наверное Выделить Твои работы От других Чьих-то Я только кстати Недавно понял Что твоя Достаточно старая работа Красная шапочка Где там С оборотим Она у меня распечатана И висела Года три назад Наверное На стене В рамочке Ну прикольно Это мило Она почему-то Всем нравится Ну она динамичная Такой клевая У тебя есть сейчас Шанс попросить Принц Росписи Давай проси Принц Ну да Я буду просить Принц Росписи Все Все попросил Саша тебя проси Надо часы Другой придумать Я потом продам Принц Принц Совсем известным За огромное Количество День А часы Часы Здесь А что Делать Копус Пистоль У тебя Пришел этот Человек По 500 Пистоль Ребят Не знаю Трогу Подзор Делать Какую телескопичную Нагану Сигарету Интересно А часто Вот как сейчас Скорить Про арт Что лучше Персонажу Да нет Потому что Каждый своего Делает Не знаю Могу посоветовать Что-нибудь А только Да На самом деле Сейчас исторический Момент Когда Саша Сидит и смотрит Как я рисую Постоянно Обычно Меня это дико Бесит И я ему Приношу Как в школе Учителю Приносят Ну то есть Ты типа Доделал до какой-то Стадии работу И ты там В ней уверен На сколько-то Процентов И ты там Закрыл все Ляпы свои Которые ты сам Видел И потом Ну и ты как бы Можешь нести И тебе уже Учитель скажет В чем ты То, чего ты не видишь Вот Потому что Обычно Когда мы рисуем Так без стрима Саша начинает Комментить сразу Как он что-то видит То есть Я еще там Что-то не доделала Он же начинает Говорить Я начинаю беситься Вот Поэтому мы так Обычно не делаем Мне не нравится Такая рука А что-нибудь Мне не нравится Ну в смысле Нет Мне кулак не нравится Если перерисую Как бы вот Кстати говоря Еще о стилях Рисования Саш Ты потом нам Расскажешь О том Как ты Кладешь свет Непосредственно Потому что На некоторых Работах Мне лично Очень сильно Непонятно Как ты делаешь Когда ты Комбинируешь Тептые Холодные Освещения Ты потом Скажешь Что ты имеешь Иду И тогда Посмотрим Следующий вопрос Так Где Ой Я что-то Закрыл Вот Уже более серьезный Искусство Мастерство Как вы относитесь К этому К чему стремитесь На решение Своей карьеры К какому результату Как бы вы себя Видели На пике Своей карьеры Ну На пике К карьеров Не знаю К какому Мастерству Ты стремишься На главу Довольно Тяжело Сказать Не знаю Для меня Показатель Что Если Я поработаю На крупных Проектах Это уже Будет неплохо И Вложусь В них Как-то А А так Не знаю Я бы хотел Что-нибудь Своё В итоге Хорошее Сделать Ну, собственно, я делаю скроллер с парнем из Уфы, но мы делаем очень долго, потому что это я делаю после работы, когда время есть, и нас всего двое, поэтому, а задумки там масштабные. Я думаю, если бы я сделал какой-то свой успешный проект, это было бы неплохо. Но не такой, не плане, что какая-то казуалка там, или какой-то дел без проблем, а вот что-то серьезное там. А если говорить об этом, то проект мечты это что все-таки? Это игра, это комикс, это книга, или это фильм, может быть? Ну, пока это игра, наверное, потому что с комиксами у меня, он не столько опыта, что я смог бы вытянуть его. Я могу его, как бы, наверное, нарисовать, но у меня время не уйдет, потому что этот нужен стил, показывать историю в кадрах, поэтому эти кадры должны быть разных ракурсов, а не как египетские брельефы, да, там. Просто, если вы работаете концепт-художником, то вы привыкаете все равно рисовать, там, я не знаю, вы пять лет поработали концепт-художником и рисовали статичные позы, да, упор на материалы и дизайн. Если вам потом вы не практиковались, не знаю, в динамике, то, естественно, придется какое-то время на восстановление этих скиллов. Я, как бы, не рисую комиксы, поэтому для меня это тяжело. Я знаю, как делать игры и как делать окружение для игр, персонажей, поэтому я бы хотел этим заниматься. Ну, не знаю, для меня арт это не все в играх, как бы, хороший геймплей, без него, без него, как бы, ничего не взлетит. Уже куча проектов было, которые хорошие арты, но скучно или неинтересно играть, и все. И все на просто. Понятненько. Так. Во. Ох, тут спрашивают, конечно, про отношение к некоторым художникам. Ну, ладно, вопрос, если вы работали у Риотов, у меня вопрос, как вы относитесь к стилю и работаем с Зеронисом. Это который полклон, да? Ну да. Да нормально отношусь. Нормальный, какой корейский стиль. Как же. Хорошие лайны чувака. Мне не совсем нравится, что он делает для Патреона, но я понимаю, почему он это делает, потому что аудитории это нравится. Наверное, ему тоже нравится, как бы. А так, вот, например, хороший концерт художник, как бы, отличные девчонки у него выходят. Ну, он как бы, у него есть скилл, он знает, как сделать сексапильного персонажа женского. С таким вот, да, стилем полукорейским, с кучей деталей. Зачастую довольно прикольно выглядит, то есть, он видит, что тоже использует референс какие-то, то есть, в этом плане он крутой. Мне нравится, что он делает. Ну, и рендер у него довольно хороший. Ну, ладно, давай оставим восхваление. Ну, не восхваление, но лестные слова в адрес Родиса. И, не знаю, поговорим о чем-нибудь другом. Ну, здесь вот вопросы про фриланс идут, и отдельно есть вопрос Ане. Я не знаю, Аня сейчас очень занята, так сосредоточена, прям совсем. Да я отвечу, нет, все нормально. Уже все нормально. Да, уже. Меня, главное, в первую стадию не беспокоить, когда я что-то придумываю, мне это все очень сложно все время дается. Ага. В общем, смотри, вопрос к Ане. Здравствуйте, Анна. Передаю вам привет из Нгаха. О! Да, я так понимаю, родной университет. Не знаю, как правильно. Вопрос заключается вот в чем. Сейчас я обучаюсь на втором курсе промышленного дизайна вне бюджета, но сейчас понимаю, что заниматься этим не хочу, а пытаюсь заниматься CG. Стоит ли заканчивать вуз? Стоит. Или лучше потратить это же время на курсы и самообучение в нужном направлении? Нет, я думаю... Тащить учебу и рисование... Извини, Саша, давай я закончу вопрос. Да-да, я просто подумал, закончил. Да, тащить учебу и рисование для себя, сами знаете, невозможно. Очень надеюсь получить совет. Спасибо. Вот ваше мнение. Думаю, Саше тоже интересно тебя послушать. Я думаю, стоит заканчивать. Во-первых, там какой дизайн? Ром. То же самое, что у меня. Ром дизайн? Да, промышленные. Ну, во-первых, обычно промо-дизайнеры, которые переходят в геймдив, у них очень хороший дизайн пропсов и функционала всякого, которые на персонаже есть. И вообще это выглядит очень прикольно. Там Мурат, смотрите, он же тоже промо-дизайнер. Вот. И я думаю, почему стоит заканчивать, потому что, не знаю, вдруг она захочет, там же девушка, да, по-моему, если захочет работать за рубежом, к примеру. А она захочет работать за рубежом. Да, она скорее всего захочет, но не знаю, мне так кажется, то без диплома для нее это будет крайне сложно сделать. То есть, и документы просто не получат. Ну, это будет тяжело. Без вышки нет. Это да. Вот у нас недавно буквально стримеры были, ну, немало так, с иностранными нашими гостями, которые в той же Канаде, например, живут. И да, ребят, на самом деле диплом – это штука хорошая, как минимум подушка такая безопасности, парашют. Вот. Так что заканчивать хотя бы, не знаю, там пять лет, сейчас четыре можно. Тем более, сейчас не с нулёжа научатся на каком-то курсе. Я, в общем, как человек, который учился. Ну, на самом деле там второй курс – это, в общем, знаете что? Это еще цветочки в Магахе. Ну, во-первых, надо понимать, что архитектурный вуз, я вообще просто расскажу, потому что это было ужасно. Просто в архитектурном вузе, в Магахе особенно, я не знаю, как сейчас, когда я училась. Там рисовали мы, именно вот прям рисовали, на проекте рисовали. Вот первые два курса. Третий, четвертый – там пошло столько всякой байды, которая даже к практике архитектора мне относится. То есть я, когда получила свой диплом, я четко осознавала… Ну, во-первых, я после какого-то четвертого курса перед дипломом, я ездила на практику в Москву, я работала у Осадова. Я, ну, то есть это уже не последняя контора архитектурная, как бы они в Москве, и они много всего сделали. И я у Осадова поняла, что нас в институте вообще ничему не научили. Ну, то есть просто вообще ничему. То есть, да, я вот там, не знаю, умею в архикаде что-то чертить, но это тоже как бы заслуга не института, а того, что нам в институте требовали что-то чертить в архикаде. И мы такие дома там, в общем, ночами сидели, его как-то по туториалам учили, потому что у нас не было нормальных курсов, они у нас начались почему-то потом. Минутка нытья про архитектурные вузы. Короче, в общем, дорогой читатель, зритель из Мгахи, я все понимаю, что очень все скучно и плохо, но, пожалуйста, дотерпи до диплома, потому что диплом тебе пригодится, но я понимаю, что все плохо. Вот, рисуй, старайся сдавать хоть как-то, чтобы диплом был какой-то, но, в общем, он тебе нужен, поверь. И я тебя понимаю, что очень тяжело, и второй курс это только цветочек, потом начнется какая-нибудь философия на четвертом курсе экономика, зачем она там вообще была, блин, нужна на четвертом курсе архитектурного вуза, ребята, зачем это было. Ты же сама сказала, ну, ты говоришь, что тебе ничего не дал институт, но при этом ты сама сказала, что ты, типа, конструктивно хорошо рисуешь, потому что ты отучился на архитектора, и плюс ты можешь рисовать архитектуру, так что... Так вот, в том-то и дело, что для человека, который, вот, окей, тоже на гахе, я не говорю за все архитектурные вузы, вообще мое мнение, что если вы там, не знаю, в Новосибирске, вы думаете, куда поступать, едьте, пожалуйста, в Москву, погуглите, хороший архитектурный вуз, который вас, если вы хотите действительно быть архитектором, который вас выведет в люди, после которого вы сможете хотя бы, окей, не быть архитектором, ну, хотя бы вы сможете не фейлиться на своей первой работе, хотя бы вы, блин, будете знать, как это делать, хоть как-то, потому что после мгахи я вообще ничего не знала. У меня красный диплом бакалавра, ребята. Красный? Я не знаю ничего про архитектуру. Все полезности закончились на втором курсе. Вот второй, первый курс, он был мега полезен с точки зрения истории архитектуры, мы рисовали, у нас был хороший курс рисунка, у нас была какая-то живопись, именно какая-то, потому что мгахи живопись на дизайнерском факультете гораздо сильнее, а у МДИ еще более сильная. Ну, вот, блин, третий, четвертый, это просто какой-то ад. Я не знаю, как я выжила там, в общем, вот так вот. Я думаю, на этом тему стоит закрыть, в общем, диплом вам нужен. Я с вами, ребята, крепитесь, вы сможете. Я просто ставлю свои пять копеек. Да, спасибо огромное за ответ. На самом деле, мне кажется, всем это будет полезно. И еще здесь в чатике просто оживленная такая беседа развернулась. Ребят, неважно, на кого вы обучаетесь, какая у вас профессия, какой университет и прочее, крутым специалистам без самообразования, независимо, крутые у вас преподаватели, нет, я сомневаюсь, что получится. Конечно. То есть, без самообучения вы в любом случае далеко не уедете. Это и опыт, и наблюдение мне это подсказывает, и вот, с кем я общалась, да, немало это было народу. Если у вас нет желания, то есть, если вы просто слушаете человека, который, вот, смотрите ему в рот, и все, и ничего не делаете, ну, успехов вам. Так что, а дополнительное обучение получить, как показывает практика, где-то потом каким-нибудь оком оно вылезет, оно предгодится. Даже просто если, вот, уехать за границу, пару баллов получить спроще. Так что, такие вот дела. Не бросайте учебу. Ну, или бросайте ее, не знаю, извините, на курсе, ну, на первом, да, и когда вы знаете, куда вам уходить. У меня есть знакомые, которые, там, начали учиться и поняли, что не их, пошли в другой институт. Если вы знаете, как дальше, ну, диплом вам нужен какой-то, он вам нужен все равно. Ну, то есть, если вы готовы, вот, сейчас бросите институт, но при этом найти какой-то другой институт, там, не знаю. Или степень за ручку пойти, и при этом заниматься чем-то хочешь, вот так. В общем, ну, ходить никуда, это не вариант. Ну, да, да, да. То есть, если у вас нету, там, вот, фриланса конкретного или работы, которая вам точно, допустим, дает возможность зарабатывать деньги и выжить на этом, а то окажется, что через полгода вы никому не нужны. Что вы будете делать? М-м-м-м? Что вы будете делать? Они просто будут счастливы жить на киевском вабзеле, все прекрасно. Нет, я могу еще понять девушек, которые так, ну, а без чего я замуж выйду? На самом деле, ребят очень не работают. То есть, не знаю. Я тоже считаю, что лучше все-таки получить какое-то образование, пусть у вас будет какой-то диплом. Слава богу, это, конечно же, закончилось, но тем не менее. Так, а теперь вопрос по делу. Сколько времени нужно уделять в день на обучение по книгам, курсам Сталик и так далее, и на рисование применения этих навыков? Чему уделять больше времени? Сдает Громплей. Сейчас мы начнем про 10 тысяч часов говорить. Ну, давай, говори, говори. Не знаю, я рисовал в институте, наверное, каждый день до 4 часов утра и шел учиться в 6, как бы, и так длилось, наверное, до недавнего времени. То есть, если вы, смотря на что вы хотите, как бы, нет, потому что хотелось рисовать персонажку и окружение и в разных стилях, и я убивал на это дофигища времени просто. Если вы будете долбить что-то одной и хотите стать специалистом в одной, там, не знаю, роботов рисовать, да, то долбите ежедневно, там, не знаю, пару часов. Через несколько лет вы будете, там, не знаю, профессионалом, я думаю, в этом деле. Собственно, как все корицы, на которых многие смотрят, или китайцы, там, которые рисуют кучу мехов и делают, допустим, ну, для примера. Вообще, есть такая тема, что специалист, который умеет что-то одно, ему проще, на самом деле, найти работу, чем универсал. Потому что он тогда точно впишется в какой-то проект, и у него будут заказывать именно то, что ему нравится. Рисуйте то, что вам нравится, потому что, когда вы начнете выкладывать это в портфель, это у вас начнут заказывать. А если вы ненавидите рисовать, там, девчонок, то и у вас их будут заказывать, а у вас уже весь портфель из них состоит, то вы будете ненавидеть свою работу, и это очень плохо. Кстати говоря, приходите на нашу лекцию по PR на CGU. И заодно в тему поставьте. Аня, на ответ на этот же вопрос? Ну, у меня всё будет более как-то с точки зрения обывателя. Ну, во-первых, да, моё мнение, что нужно рисовать вообще каждый день, всё время. Как нам говорил, дорого в накурсах анимации вы должны рисовать даже за завтраком, и когда вы едите свой сэндвич, потому что вы держите его одной рукой, свой сэндвич, а второй рукой вы будете рисовать, потому что она у вас свободна, поэтому ешьте бутерброды, а не клёвые. Как говорим, он дорого. Ну, что до меня, я просто, когда там день не рисую ничего, мне кажется, что всё, я уже всё забыла, всё пропало, я теперь ужасно рисую, и мне нужно разрисовываться. Про разрисовываться ещё... Саша раньше делал очень клёвую вещь, он когда садился рисовать, я знаю, даже на работе, потому что я первой своей работой шла по его следам, как бы, мне говорили, что он садился рисовать, и он сначала рисовал какой-то чебешный, быстрый, просто из головы там набросок, красил его. Ну, то есть он это занимало час, допустим, да, там, прийти чуть пораньше на работу, час там вот именно разрисоваться, а потом сидеть уже работать. Это полезно. Вот. Ещё моё мнение, что всегда ваши первые эскизы всегда говно. Вот. Что бы вы ни рисовали, что вы нарисуете вот первое самое, оно, как правило, не такое сильное... Ай, добрый летит с Китчем был первым. Ну, я всё равно сейчас его как-то дорабатываю, мы не взяли прямо вот первое и не стали красить прямо вот по этой почерпушке. То есть всё равно нужно, блин, думать всегда на то, что ты делаешь, и делать это осмысленно. То есть не просто сидеть, что-то рисовать, а вот там я рисую лётчика, поэтому я найду себе референсы и буду делать. Я там сейчас сяду, поделаю стадики с анатомией, допустим, пусть это будут танцоры, я найду себе ролик там с танцорами, буду рисовать со стоп-кадров, потому что сегодня я там пушу динамику у себя. Ну, как-то так. То есть делать это постоянно, осмысленно, ну, как и в любом, наверное, деле, так же, как и в спорте. Вот. Только от рисования спина болит, от спорта нет. От спорта ты болит? Ну, я про такой несильный спорта. У Саши, кстати, есть штанга. Малюсия мне. Нормальная. Вот. Ну, я, наверное, ответила. Постоянно рисовать всё я ответила. Ох. Что такое? Да не, я просто смотрю, сколько ещё вопросов набежало. Такое вы сейчас спрашиваете. Да, но мы все и спросим. Следующий вопрос Алиса задаёт у нас. Алиса, у нас спросит. Алиса здесь. Всем в чатике объясняют, что да, надо учиться и так далее. Не объясняй. Никогда. Как же так? Ну, вот здесь есть вопрос. Есть. В разных работах. В разных проектах. Или же о заказах без чётко определённых границ или детального ТЗ. Как в таких случаях приходят идеи? Выбор сюжета и стиль. Это что-то типа озарение. Проснулся утром и ба-бах. Я хочу там сделать вселенную джедаи. Камер, господи, простите. Моя песня не очень вспоминала. Или процесс рождения идеи длится неделями и месяцами. Как навязчивая идея мучает по ночам, пока не родится живой проект? Ну, это вопрос понятен или... А по-разному. Ну, смотрите, вот эту идею про, не знаю, летающих чуваков и сражающихся между собой совы и ястребы мы придумали за первую половину дня. Поэтому мы уже подумали, что у них могут быть и разные по дизайну самолёты или дирижабли, и они могут там... Одни пираты, другие какие-то надменные правительственные войска типа с орденами, они могут с собой сражаться. Ну, то есть, не знаю, это одно с другой цепляется, ты начинаешь развивать эту идею. А если бы мы оставили первую идею, окей, там, сова-рыцарь, не знаю, или какой-нибудь путешественник, то это, я думаю, было бы скучнее чисто по идее. Ну, я когда что-то придумываю, я обычно начинаю как цепочка одно звено с другим пристыковывать, придумывать логические, строить логические цепочки вот эти вот. И потом, когда я начинаю искать референции, я такой думаю, окей, там, если одни, очень, одна фракция этих ястребов формальная, то эти чуваки должны быть как байкеры, летать на каких-то безумных, не знаю, кукурузниках, там, в косулах и в куче каких-то нашивок. Там, может, посмотреть байкер в той референции, или как-то так. А иногда, да, бывают идеи, которые довольно долго рождаются, но либо ты им просто времени мало выделяешь, либо какие-то сложные просто вещи. Или ты очень ответственно к этому подходишь, и ты так и сяк, а не можешь получить нужного результата. Тогда, да, приходится идею потихоньку развивать. Но обычно на это времени нет, поэтому. Персональная работа ты же не будешь рисовать полгода одно. Поэтому приходится сжимать в свои рамки временные. Быстрее поднимать. Наверное, может быть, это и неплохо, потому что вымоченное что-то тоже фигово будет выглядеть. Сейчас, секундочку, сейчас я вернусь. Вообще, мне нравится дизайн, там, в стиле, я не знаю, студии Гибли, где... У них, правда, слишком для меня картонный, допустим. Но у них очень проработанный мир и функциональные вещи всякие. Ты смотришь на них и думаешь, да, действительно, это те штуки, которыми они пользуются. И т.д. и т.п. Они просто что-то абстрактное. Правда, у этой совы я бы тоже что-нибудь поменял бы, но я сейчас не буду это делать. Так ты говори. Не, она нормальная. Я ее потом начну надеять, может, что-нибудь доделаю еще. Окей. Да, у меня получилось все с не сильно отвязно-пиратской, у меня получилось просто у полетчиков. Да, я бы просто добавил больше таких-нибудь... Не знаю, вот тут есть на референсах у них какие-то провода, там, не знаю, датчики поверх курток на ремешках, вот как здесь вот, да? Ау. Как на нижнем чуваке. То есть они могли, не знаю, как за-за-таки обмотанным всяким хламом. Именно вся техника у них наружу, то есть они облегкают себя всяким девайсом. А другая фракция, она плава в мундирах, именно такая прилизанная и все такое, военки. Альянс. Я не буду вспоминать матерную фразу про Альянс. Можешь вспоминать о НС-3, 18+, если хочешь. Нет, ладно. Да, ты же девочка, нельзя, типа того, да? Да, не я. Да, Саша меня ругает, когда я матерюсь, поэтому я страшно матерюсь. Я сам надо матерюсь. Он матерится, когда в лоли попадают все-таки люди нехорошие. Тогда я узнаю, что мой муж знает слова всякие нехорошие. Ну, ты его наказываешь? Я боюсь, я никак не могу на это влиять, потому что... Такая тишина просто. Все унеслись в свою страну грез представлять. Боже, что мой, да. Как же это с вами клёво. Я думаю, что мы в будущем будем приглашать только семейную пару. Так круче и интереснее. Не, ну серьёзно. А то у нас все художники forever alone. Прямо в случае, если кто-то будет одинок, мы будем с другом приглашать, чтобы было круче. Это ещё грустнее. Двоёк прозвучал. С другом, да. Ну, иногда друг это семейная пара, как в случае Верёхина и Чавабака. Так что всё хорошо. А, у них так? Не знаю. Ну, не, если я их упомяну, просто увеличится количество людей на стриме. Так что всё в порядке. А, это как котики в видео повышают просмотр? Да, 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 да. Идентично. Идентично. Слушай, ты накидала вот этому Солушкину уже деталик. То есть, ты ей там ножик накидала, ему там сигары, я смотрю, он держит. Или это трубка? Сигара. Сигара. Вот. Часики и так далее. На каком этапе прорисовки ты забиваешь и говоришь, так, всё, пора красить? На самом деле, наверное, после вот того, как я сейчас пройдусь, я отдам уже Саше, потому что вот это не настолько детально, чтобы ему было сложно потом это править. То есть, я основные объёмы сделала, как-то задала какую-то перспективу минимальную. И ему плюс-минус понятно, что тут происходит. Вот. Но при этом я не делаю...